На самой крупнейшей электростанции Приморского края проходит модернизация. Уже завершены работы 8-го энергоблока и скоро начнутся его испытания. Еще продолжается реконструкция двух турбин, на следующий год в ремонт уйдет один блок. Губернатор края подчеркнул большую значимость для региона Приморской ГРЭС. Мы увидели реальную работу, которую сейчас ведут здесь, на ГРЭСе, по модернизации, по увеличению мощности. В той или иной степени модернизации находится 9 котлов. Мы реально видим на монтажной площадке металл, оборудование. Мощность необходимо увеличить до еще на 1000 мегаватт. Потребность есть, и потребность огромная в этом. Это и металлургический комбинат, который будет построен в районе Большого Камня, это и Находкинский завод минеральных удобрений. В целом это и жилищная строительство, другие проекты, связанные с раздением территории, везде нужна энергетика. И поэтому Приморская ГРЭС будет обеспечивать этот необходимый приток. Также губернатор края в ходе рабочей поездки в Лучегорск проверил обновленный сквер детства по нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь уложили брусчатку, сделали освещение, поставили лавочки и урны, установили сказочные фигурки. После осмотра Олег Кожемяк обратил внимание на недостаток озеленения в сквере. Весной взять газонную траву и вот это все забросать газонной травой сразу с удобрения. Она здесь просто сделает такой ковер, сделает и можно горшечные растения посреди, скажем, воткнуть там, 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 совершенно будет другой вид. Весной человек после зимы хочет цветущее видеть растение, высаживать эти цветущие растения, с тем, чтобы у вас и по аллеям были, и в парках они были. Это совершенно другой вид. Отметим, в этом году в округе благоустроили более 10 придомовых территорий, а в следующем году начнется модернизация набережной Лучегорска. Губернатор также подчеркнул, что краевые власти поддержат проект физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство школы и стадиона в Лучегорске. Сергей Чал и Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.